Декабрьская весна Меры были приняты, яму засыпали землей. Правда, надолго ли? И вот аналогичная ситуация вот-вот повторится и на Орской. Поверхность проезжей части испещрена словно оспой. Все это, естественно, затратно. Пострадавшие от незаделанных асфальтовых выбоин водители уже решили, с дорожниками будут судиться. Ведь покупать пару колес и переобуваться во второй раз за сезон явно никто не собирается. Тем более с учетом того, что цена всего одной покрышки для отечественного авто может варьироваться от двух тысяч рублей. Всего за месяц в автосервисы города обратились сотни оренбургцев, чьи машины стали жертвами голодной пасти разбитого асфальта. Я поменяла уже и гранаты, и все. Получается, ходовку я за месяца-два убила полностью и полностью и поменяла. Это мне обошлось 25 тысяч. И то и не вся ходовка, конечно, там частично. Но как бы хотя бы заделывать, я не знаю, нормально. Там есть места, которые кирпичами просто выложены. Вот я сегодня приезжала утром, где Новый мир, в Салмышске, там в той стороне. Я проезжала, была дыра, я второй раз круг сделала через полчаса буквально. Там просто камнями накидали и все. Ну ладно, хотя бы так, но все равно это неправильно. Мне машина жалко. И продавать ее, как я буду, в дальнейшем. Как долго еще погода будет преподносить свои сюрпризы, сказать сложно, поскольку стихия весьма непредсказуема. Очевидно одно – к таким природным капризам и промытым в асфальте дямом дорожники явно были не готовы. Скопление большой воды скапливается на проезжей части и происходит, ну, можно сказать, даже мгновенное образование этих ям. На данный момент сейчас производим ремонт литым асфальтобетоном, то есть по заявкам по 005, по ГИБДД, то есть с ними прорабатываем вопросы, а нам в подписании. Мы стараемся как бы устранить эти все замечания. Иван Берд, Дмитрий Примачек. Наше время.